Девушки отдыхают Друзья, всем привет! Я вас приветствую снова на своем канале. Я приглашаю вас вместе с собой посетить страшный и ужасный дом-вход, который находится за моей спиной. Это старый дом, который находится в центре города. И по легенде, здесь реально обитают страшные призраки. Вначале он принадлежал какому-то одному помещику. Случилось так, что этот помещик погиб именно в этом доме. Говорят, что он повесился. После чего он перешел в владение какому-то другому человеку и он тоже трагически как-то погиб в этом доме. Я не знаю, может быть это совпадение или же мистика, но тем не менее про этот дом ходит очень дурная слава. Местные жители говорят, что после 0 часов слышали здесь какие-то жуткие крики, доносящиеся из подвала. Сталкеры говорят, что видели здесь несколько раз какого-то странного человека в преклонном возрасте, который был одет во фраг, ходил по второму и третьему этажу. Ребят, действительно здесь находится призрак или нет? Сейчас мы отправляемся туда и попробуем это выяснить. Не переключайтесь. Настоящий снежный шторм, доска, уиджи и посещение шоссе смерти. Все это вы увидите на канале, сударей. Эта история происходила незадолго до Нового года в разгар снежного шторма. Там за окном? Пипец. Ча. Смотри, как в сказке в какой-то. Это история про дружбу. Серега, киди нахуй. Мы на этих похоронах Сашу на кладбище забыли? Да. Слушай, я думаю, надо одну фотоловушку поставить на твое лицо и лицо Ильи. Зачем? Потому что, наверное, кого злые демоны селятся. И про предательство. Друзья, также ребята разыграют на своем канале настоящий УАЗик. Разыграем сегодня эту машину среди подписчиков без шуток. И, конечно, эта история полна мистики. Сань, смотрите по сторонам. Блядь. Блядь. Мать. Ну вы, чистая ума. Я думаю, это невеста мстит тебе за твой сарказм. Да, давай спросим, когда Саша умрет. Давай. Сань, ты не против? Блядь. Смотри, это духи. Никуда не уходите в ближайшие выходные. Приключения сами придут к вам. Все ссылки будут в описании под этим видео. Что это такое, блядь? Я не знаю. Это на втором или третьем этаже? Да. Здесь, как я вижу, какие-то наркоманы, наверное, да? Я захожу, вот еще даже шторы сохранились. Какой-то диван. Зашел кто-то? Да. Что ты показала? Что ты сошел? Наши цвета. Что, подожди. Подожди, подожди. Кто-то поднимается, слышишь? Палец цыпай. Давай сюда спрячемся. Давай сюда спрячемся. Слушай, может, это полиция? Пусти еще. Пусти еще. Пусти. Чуть еще. Пусти. Пусти. Уходит по-моему, да? Да. Ребята, в общем, по ходу, наверное, полицейские отмавливают здесь бомжей. Просто сделали чуть морей и уехали отсюда. Глазок такой был, смотри. Здесь, по ходу, кто-то либо жил. Глазок. Тихо, слышь. На третьем, да? На втором. На втором? Мы сейчас на втором. Нет, мы на первом. Мы на первом? На первом. Страшно. Бахну на что-то, да? Бахну, наверху. Там реально кто-то есть, значит? Реально тут и есть. Мои знакомые сталкивали в единстве. Слушай, если я сейчас увижу здесь какого-то деда, реально в смокинге, я навожу штаны. Что за шорох там, бля? Слышишь? Что там упало? Стой, помните. Тихо, тихо, я видел. Что за� от ветра, бля? Что там упало? Кегомон. а че он качается господин что-то непонятно здесь есть кое-нибудь звук разбитого стекла отчетливо слышен с третьего этажа ты не можешь подниматься? дешево шестер Что-то я не хочу туда идти, Саша. Вот там кто-то есть, Женя. Я тебе говорю. Саша. Слушай, у бабушки покушали. Что это? Что скрипит? Саша. Что это скрипит? Может потому что мы проходим только по полу? Тихо, тихо, тихо. Причем дальше продолжается. Ему тут ни конца, ни края нет. Там ведь только что делаем вас нахрен. Кто там? Какие-то крыса. Там еще какие-то крыса. Какие-то крыса. Все-таки люди боятся. Заходите, я тебе говорю. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь стоит, Саша. Да я видел точно, что она дернулась вот так вот, блин. А это выход куда? Там тоже какая-то комната? Там уже есть. Там уже есть. Там уже есть. Там уже есть листик, как обвал. Страшно. Страшно. Вот ты, ну, как ты что? Ищи, ищи, ищи. Кто там лежит? Реально. Все. Курса, куриш. Курса кубки. Тихо, куришки. Сопаки. Тихо, тихо, тихо. Эй! Да нет, это просто пахнет. Пахнет просто кто-то пахнет. Это даже не ботинки, это просто шуба, пентаграмма. Сука, такая дырка, знаешь, как будто как фен похоже за пробель. Получается, что это здание раньше использовалось под какое-то общежитие, а видишь, такие звонки, пронумерованные все, выключатели, выключатели, очень много комнат и дверей. Я тебе говорю, в доме кто-то есть. Слушай, здесь можно вообще провал. Да, там может это провалиться вниз, вообще здесь опасно лазить, здесь палки деревянные. Вот, не могу, она прям прогинается. Здесь столько хлама. Старые чемоданы, завалены все чемоданами. Жень, я шаги выключу. Что? Шаги, да. Шаги? Даже шаги. Снимается кто-то же. Сюда? Да. Держи, держи, фонари выключи. Садись сюда. Брони прям как будто вода не утесет уже. Ощущение как будто просто поднялся, встал и стаят. Мне прям кажется, что будто где-то унесет. Слушай, мне кажется, это просто какой-то нормальный может быть. Потому что если он ставит какие-то бутылки всякие, я тебе машет по низкой штуке. Предположительно, это был какой-то бомж. Шаги постепенно удалились, и по всей вероятности он вышел из здания. Ты только выходил. Здесь реально тут выходил. Ты-то по-любому что уходил. Никого нет. Офигеть! Кому бы это понадобилось сделать? Первое облитье. Здесь по северности был какой-то... Слышал? Слышал, слышал. Я вижу глаз. Здесь, походу, просто был какой-то бомж. А почему же здесь сейчас только нет? Ну, потому что сейчас холодно. А летом вот здесь, вот видишь, на этом месте. Могу просто спать. Дохлая птица. Да, правда. Видишь? Здесь столько лабиринтов. Блин, здесь можно заблудиться, бля. Задуешь запито. Раньше в этом доме реально лазили, потом перестали. Как мне, говорю, знакомый рассказывал, кто тоже за брошками интересуется. После того, как вот увидели, пошел в службу, тут реально видят кого-то и становится не по себе. Ты же чувствуешь на себе это. Ну, атмосфера такая. Так, смотри. Значит, я предлагаю, что сейчас, как говорят. Мы сейчас дождемся здесь полуночи. По легенде, этого самого старика, какого-то страшного. Ну, якобы это, может быть, призрак, хозяина этого здания, помещика или кто. В общем, мы дождемся сейчас полуночи. Посмотрим, будет здесь что-то происходить или нет. Сказать честно, мне сейчас уже очень не нравится. Мы решили дождаться полуночи и понаблюдать, что будет происходить. Здесь, наверное, да? В этой комнате. Кстати, была еще комната. На втором этаже мы не все обошли. Мне казалось, что она на втором. По-моему, на третьем. Без двух минут двенадцать. Без двух минут двенадцать. Типа уже полуночи. Посмотрим. Короче, это одна минута первого. В общем, ребят, не знаю, мы же здесь находимся уже где-то минут сорок-пятьдесят. Встала полночь, ничего не происходит. Просто какие-то звуки, шорохи, стуки. Единственное, здесь было пару моментов, что сюда зашел, наверное, кто-то из полицейских и, наверное, какой-то наркоман. Все. 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 Друзья, я вас всех поздравляю с Новым годом. Это было последнее видео в этом году. Я желаю вам всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, самого всего, что вы себе можете пожелать. Всем пока. До новых встреч. Увидимся в новом 2024 году. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok